друзья всем привет меня зовут елена и вы на канале о вышивке крестик буквально несколько минут назад ко мне пришла моя долгожданная посылочка и я хочу вместе с вами ее открыть и посмотреть что же там итак наступило утро и у меня полное ходом идет подготовка к началу такой большой работы как мандала я специально для этой работы заказала станок от сереги мастера я смотрела много видео всяких множество решений думала что мне делать какой станок все-таки выбрать то ли сделать какой-то гибрид то ли какой-то определенный купить да и в общем в итоге я просто купила себе станок большой универсальный под любого размера раунда вот вы видите этикетку станок напольный официант 3 в комплекте основание станка рамка с рабочей зоной на метр сделан из березы возможно установка рам шириной от 45 до 100 сантиметров то есть любая рамка на него вполне может закрепиться вот мы вскрыли коробочку она достаточно такая длинная это принесла отдельную коробочку из игрушек чтобы все мелкие детали туда сейчас сразу положите они не потерялись потому что он начнет их таскать и видите метровая рама например гигантская то есть тут пришивные элементы так все в сложном виде это выглядит и вот у нас инструкция сейчас мы попробуем это все вместе собрать вот он как будет выглядеть так я не знаю справлюсь ли я с этим с этими гайками она тут такие вертушечки я надеюсь что получится ну ладно начинаем рассматриваю сейчас детальку от рамы вот как раз который пришиваться будет основной здесь такая тканевая лента очень плотная жесткая она такая вот то есть она достаточно я думаю многоразовая будет она скобами приделана к самой раме и вот такая вот лента пришивать интересно вот она наша инструкция как мне теперь разобраться с этими деревяшками то есть это в принципе все что есть да вот она как есть так и есть больше никакой дополнительный то есть всего один кусочек идет и мне сейчас нужно будет все это распознать в общем то станок практически собран в принципе что могу сказать первых нежелательно сразу все закручивать очень крепко потому что мне пришлось один раз разобрать я сначала следовательность данного сообразить и потом уже когда понять как все делается должны крепко закрутить потому что ну чтобы не разбирать по несколько раз и осталось мне собрать только раму и прикрепить ее на станок собран он пока у меня собран достаточно хлипенько то есть тут конечно надо все подтягивать и настраивать не знаю сколько времени у меня на эту настройку уйдет но вот вы видите какой он огромный для розариум мандалы у меня идет вот такая ткань на запаховано сейчас ой цвет темноватый потому что свет не включен в комнате значит это был по 132 каунт 323 номер это самых хаки цвет вообще к розариум мандале рекомендации здесь вот такие значит свой город был пост или какая-нибудь равномерка 32 каунта или даже 28 значит кремовая черная светлый голубой или светлый солнечный желтый да но мой выбор обусловлен тем что я видела уже отшив на вот этой ткани наверно так нет не единственные то есть я видела отшив розариум мандалы на вот этой вот самый хаки цвет ткани на белфаст винтажный мокко но он слишком пестрый то есть там мне вообще не понравилось как это выглядит и поэтому решила слишком не экспериментировать взять вот эту ткань я обязательно предварительно на ней выложу все ниточки хочу выложить и посмотреть как это все смотрится еще раз да в живую здесь у меня один метр метр на метр сорок вот здесь ткань отрез и надо будет мне сейчас еще сообразить какой кусочек мне отрезать чтобы не прогадать с размерами развернула ткань отрез конечно огромный надо будет сейчас высчитывать смотрится она сероватый на самом деле более такой теплый оттенок какой-то бежево-серый вот она эта ткань и отшив на этом цвете то есть вот такая красота будет получаться в итоге но все равно ли ниточки конечно предварительно разложу то есть у меня практически совпадает сейчас эти цвет ткани передается достаточно неплохо вот он такой тепловатый такая красота у нас будет получаться в итоге итак давайте продолжим смотреть что же мне пришло в этой посылочки я заказывала у мадам миду это магазинчик и оставлю на него ссылки заказывала две мандалы от мартины розенберг комплектацию точнее к этим схемам которые я купила достаточно уже давно вот и мне пришла одна мандала уже скомплектованная полностью по материалам прям все 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 до мелочей в ней уже собрано и по ключу и вторая мандала но здесь не все ниточки еще я сейчас буду показывать расскажу более подробней я просто так как у меня уже до основная часть была готова мне ксения написала о том что то есть вот такой комплект уже собран да я согласилась с тем что этот комплект я готова получить и так как хочу уже начать там что-то посмотреть остальные ниточки я подожду может быть там что-то еще до закажу дополнительно к тому времени вот ну и я посмотрела по схеме и все такое то есть я в принципе уже могу начать даже вот ту большую мандалу в которой мне еще не хватает некоторых ниток то есть начало я могу положить а вот и начнем рассказывать более подробно а значит я уже вам говорила что я мне очень нравится домики от just none вы видели уже в прошлом видео от один отшитый домик 2 я сейчас у меня где-то до половины отшит я покажу более в следующем каком-нибудь видео вот и я обещала вам показать третью схемку это третье третий домик в коллекции который я хочу вышить мне мне очень нравится и я очень рада что я их приобрела потому что и как я уже рассказывала домик который там с фонтанчиком шармик лев он уже снят с производства к сожалению и я по-быстрому просто решила все-таки взять третий домик он зимний называется winter heaven вот такой красивейший дизайн такой сейчас покажу здесь птички домик рождественский с елочками а вот здесь вот бегут собачки такие коричневые опять птички овечки посмотрите какие прикольные кролики такая они выполняются пяти там видно и вот видно что в дизайне здесь присутствуют насколько я понимаю это алжирские глазки тут вот какие-то вообще тоже в снежинках до серединку видите тоже как-то необычно сделано и здесь есть такой эмболишмент пак здесь красивый такой шикарный бисер и вот это вот рамочка я ее потом покажу как-нибудь более подробно не охота сейчас доставать она у нас как раз вот здесь вот обрамляет этот цветочек выполнен аппетитом очень красивый дизайн вот ключик к нему я буду вышивать ниточками dmc здесь необходимо два цвета перле и также здесь необходим что интересно корейник блендинг филамент и выполняется на двадцать восьмом каунте на свайгард флекс кашел линен то есть я вот на нем и буду вышивать ну и размер дизайна сейчас покажу ключик вдруг кто хочет тоже заранее подготовиться пожалуйста смотрите он очень красивый он будет шикарно смотреться то есть дизайн и дизайн конечно шикарный на мой взгляд я очень рада что у меня он появился в коллекции и значит вот такой пакетик пришел наборчик мелхилл саночки мне пришел от мадам нидл в подарок здесь также лежали вот эти ниточки к моему дизайну с бабочками вот и я сразу наверное их сюда и положу в этот в эту схемку также у меня заказана мадам нидл ткань от стефани ручное ручного окрашивания такая очень красивая необычная я надеюсь что это такой экспериментальный момент мне ксения порекомендовала я выбрала ткань будет сорокового каунта окрашенная ткань от стефани и она так такой цвет интересный там и зеленый какие-то и оранжевые и желтые там тона присутствуют и это прям не знаю для меня такой эксперимент потому что я как-то так спонтанно ее выбрала и посмотрим что в этом получится когда придет потом с моими остатками я обязательно покажу вот то есть вот этот наборчик мелхилл за это большое спасибо ксении это такой подарочек мне очень приятно кстати у меня такого наборчика нету а я вышиваю сейчас всякие новогодние игрушечки я покажу вам далее тоже еще наборчики мелхилл которые я покупала в ближайшее время он идет в мою коллекцию спасибо просто все в пакетиках тут написано что rose light lights и rosarium mandala начнем с rose lights команда мне скомплектована полностью также у меня заказана ткань лен сажу сепия в цвете сепия для этого дизайна то есть она я пока них не буду начинать этот дизайн хотя мне здесь все собрано я дождусь эту ткань и уже подумаю то есть вышивать ли мне на ней или мне что-нибудь подберу вот пока как у меня сомнения насчет основы есть и поэтому я пока эту мандалу отложу здесь мне ксения написала что на что у меня заменяется поэтому я легко я уже здесь все открыжила на своих схемках сразу как мне мой пакетик пришел я каждую мандалу открыжила в отметила в схемах идут такие ключи по которым можно нужно собирать все материалы и я здесь каждую каждую ниточку каждую детальку отметила что у меня есть то есть кстати ксения очень удобно написала значит на листике что на что заменяется поэтому я здесь все подписала и все у меня это командую полностью в комплекте вот и давайте я покажу что там идет внутри здесь листик с заменами он мне пригодится ну вот я вытащила все комплектующие и разложила на столе так чтобы было более удобно это все посмотреть значит дизайн будет выглядеть вот таким образом а эта фотография которую я распечатала отшив этого дизайна ольги шаповаловой оставлю тоже на нее ссылочку здесь дизайн rose lights вышит на линии цвета dirty linen грязный лен от свайгард в принципе по ключу как раз именно этот лен и должен идти по задумке дизайнера в этой мандали но я пока вот заказала и в принципе грязный лен я всегда смогу заказать да и сейчас мне придет лен отсажусь в цвете сепия я посмотрю на него и уже подумаю у меня в принципе все образцы практически ну вот грязный лен точно образец есть я приложу ниточки еще подумаю так хочу подумать в общем на каком дне это вышивать потому что на сером цвете он получается более нежный с другой стороны я понимаю что на цвете грязный лен он тоже будет очень красивого цвета вот собственно мы видим да на фотографии как это красиво все смотрится пока я в раздумьях и обязательно вам об этом расскажу а пока посмотрим все материалы которые идут по ключу к этому дизайну здесь конечно есть уже замены как я вам говорила вот ксения мне написала какие есть замены причем что интересно мне даже вот здесь шелк этерна он снят с производства да и есть замена в тимси то есть мне ксения даже прислала ниточки димси которые идут вот как раз на замену вот этой шелка этерна и вики клейтон так что ниточки димси собственно они там схеме тоже все указаны а вот еще некоторые трежерсы да они тоже заменены потому что те снят из производства есть новые но это в принципе вот такой вот идет ключик так просто шикарные красивейшие ниточки от силкон колорс такие жгутики они знаете очень плотно скручены здесь четыре цвета вот такие какой-то такой вроде как и крю цвет но с переходами розовато светлыми розовато розовый бежевый белый вот что-то такое они 33 цветом вот они а вот эти они были спектр это уже цвет хамисток улывает такой прям беленький цвет а этот шелк он смотрите называется straw flower вот таких три цвета шикарные они такие классные на ощупь об этом говорят все поэтому рекомендую однажды вам попробовать эти материалы потому что даже просто на ощупь они очень приятны это просто сокровище для меня и вот такие вот красивые ниточки вот это вообще просто поражает воображение здесь и голубой и розовый и зеленый какой-то коричневый так вот этот цвет называется dry roses а вот этот называется chocolate caramel шоколадная карамель тоже такие цвета потрясающе вот этими цветами кстати выполняются вот эти вот красивые листочки осенние вот у меня даже есть мысль вот сделать из этого дизайна такую некоторую свадебную метрику то есть я могу написать вот здесь может быть дату как-то может быть просто года и написать наши инициалы не знаю тоже пока думаю рассказываю вам такие идеи которые меня посещают значит такие ниточки threadbox их здесь они прям вообще толстый такой большой красивые зеленые цвета и здесь 20 ярдов стопроцентный хлопок такие нитки я думаю я уверена практически что здесь точно останутся нитки но они такие классные цвета что они точно пойдут пригодятся на любые примитивы потому что цвета прям вот очень ходовые очень ходовые даже хорошо что их тут много так потому что на примитивы на замены какие-то они очень пойдут они точно пригодятся также идут такие классные ниточки в xd и вакс тоже зеленые два цвета 1264 лодан и один цвет нос значит ниточка классик корр вакс корр вакс баррель кактус такой голубой какой-то зелено-голубовато лазурный такой цвет две ниточки на которые все жалуются что они не очень удобные в работе потому что они знаете значит скруточка у него как у перле она такая шелковая очень скользкая то есть я думаю что большинство жалуется потому что сложновато будет закреплять эту нитку а ей вышивается вот эти стрекозки они здесь висят в воздухе да и зацепиться наверное не за что особо за ближайшие какие-то элементы и поэтому наверное возникает некоторая сложность но я все-таки попробую вышивать именно этой ниткой а там уже будет ясно если что я думаю что можно взять какую-нибудь ниточку dmc черную и как-то это все заменить но она такая вот видите да и очень очень такая скользкая так попробую показать как она выглядит эта ниточка вообще здесь идет по ключу анкор морлит да но заменен на вот эту ниточку 206 ирис эдмор премиум бродери фред 15 метров вискоза шесть до 15 метров вот такой вот две такие две ниточки что касается сокровища значит такие такой вот скрепленные пакетики между собой бисера делика который идет по ключу зеленый красивый такой золотистый аметистовый я не по ключу вам называю название это я просто вот то что я вижу в принципе ключ к этим дизайном можно скачать я тоже оставлю официальный сайт вы можете выбрать дизайн который вам нравится скачать спокойно ключик к этому дизайну и самостоятельно к примеру собирать все материалы то есть ключ идет в свободном доступе поэтому там можно посмотреть все подробности о том какие материалы каждому дизайну идут и вот такой то есть делика он такой висер идеальный идеальный по форме дорог белый он идет золотистой серединочкой такой золотой матовый прям приятнейший зеленый давайте еще давайте покажу более подробные цвета то есть вот такие вот шесть цветов бисера идут к этому дизайну также идет золотистая ниточка rainbow pb01 металлизированная нитка она кстати действительно она очень мягкая прям видно то есть я думаю что ей действительно классно вышивать все очень хвалят этот металлик я еще не пробовала я первый раз держу в руках эти материалы да и попробую но это самый удобный металлик причем по эксперименту который делала юлия лишенко на своем канале по металликам оставлю тоже ссылку на этот это видео очень полезное вот этот металлик покупать гораздо выгоднее чем крейник потому что его здесь по метрам больше и по цене выходит что он гораздо выгоднее и к тому же что в работе он очень очень удобный то есть вот я и буду это пробовать мне очень интересно ну и так как на дизайне идут биконусы сваровски вот такой вот розовые 4 розовых и 4 зелененьких биконусов очень красивого цвета и также идут трэжерсы из мелхилл трэжерсы из мелхилл я держу в руках тоже впервые но они такие знаете достаточно обычные не сказать что какой-то вау эффект от них есть но это приятные такие розочки а вот это кстати тоже сваровские маргаритки такие розовые зелененькие вот такие цветочки такого красивого цвета беленькие а вот такое сердечко которое пришивается на самую серединку я покажу то есть вот оно куда пришивается оно такое тоже достаточно простое я думаю что это пластик стандартный значит вот такой цветочек вот это все что идет у меня на этот дизайн безумно приятно все это видеть все это трогать и я просто очень рада что у меня это есть я буду это вышивать следующий комплект материалов идет к мандале розариум это вот такая схемка к этому дизайну я вам как-то видео показывала фотографии подшивы которые я распечатала я оставлю ссылочку на этого автора который вышел этот дизайн арабика миксу в галлери мандала онл 116 розариум мандала называется там кстати вот в этом на этой ссылочке которую я вам оставлю там есть расклад такой в самом начале о том как смотрятся все эти ниточки и материалы на разных основах то есть автор разложила то есть выкладывала ниточки на несколько основ да и вот пожалуйста можно выбрать да может что-то вам более понравится если вы захотите вышивать эту мандалу я уже показывала какая красота тут получается вот вы видите сами я сейчас быстренько покажу фотография влюбилась я в этот дизайн после того как я увидела этот отшив он шикарный я покажу фотографии тоже очень красиво сделаны поэтому просто не влюбиться в это все невозможно как раз перед вами лежит ткань это белфас 32 каунт сама хаки цвет от свайгард я хочу сейчас раскладывать эти материалы сразу на эту ткань для того чтобы ну и сама посмотреть я еще не раскладывала не смотрела и для того чтобы вам показать как это все будет смотреться и так я разложила все материалы и сейчас буду показывать все эти материалы на фоне ткани чтобы было понятно как это в принципе будет смотреться по цвету ткани я смотрю что передает в принципе очень похоже ну и так начнем с металликов здесь у меня в комплекте не все металлики должны быть еще золотистые цвета четыре мотка два одного цвета два другого они ко мне пока не приехали я это была небольшая такая несостыковка да я написала об этом ксении и подпишу сейчас от нее ответ потому что я думала что они ко мне в этом комплекте ехали два вот такого красивого розового цвета это два вот такого зеленого и она здесь ниточка с вкраплением такого тоже металлика золотистого это 92% шелка так еще какая-то металлизированный полиэстер 20 ядр то есть видите здесь 18 метров идет так вот смотрится на ткань розовый шикарный просто красивейший металлик такой серебристый металлик и такой тоже как зеленый с вкраплением перламутрового металлика шелковая ниточка интересные такие цвета вот так вот они смотрятся на этой основе а затем все эти материалы кстати держу в руках первый раз еще таких ниточек не заказывала это ниточки динки дайс это шелк ручного окрашивания тут тоже различные цвета по 8 метров они идут такой красивый зеленый такой вот какой-то оливковый цвет красивый голубой две ниточки хотя вот это один и тот же цвет но они как-то между собой мне кажется немножко отличаются но красивейшие нитки такие серо-голубые и очень светлые ниточки бело-голубые такие тоже шелк затем шикарнейшие цвета от Karen Water Lilies тоже впервые этот шелк у меня в руках цвета здесь просто потрясающие такой красивый голубой с фиолетовым зеленый светлый вот эта ниточка вообще там и голубой и зеленый и розовый и очень-очень нежный цвет потрясающий ну и вот эти цвета просто шикарные шикарные оттенки здесь которые будут потрясающе смотреться на этой ткани и очень необычные интересные керны это Wild Flowers by Karen это вручную окрашенный шелк но это идет ниточка перле тоже она идет с переходами такая по толщине это восьмерка перле и вот такие они потрясающие на ощупь показываю также на основе красивый цвет называется кедр и два цвета вот таких все это идет по ключу который как я уже говорила можно спокойно скачать с сайта Мартины Розенберг к каждому дизайну и в своем свободном доступе он там есть там по моему только надо зарегистрироваться ну то есть ввести там свою электронку как небольшую такую регистрацию пройти и тогда он скачивается потому что просто так он там невозможно скачать то есть нужно какую-то регистрацию и тогда он получается в доступе и вот такая одна ниточка это кстати шерсть Pine Forest Karen Impressions вот смотрите это 50 процентов шелка 50 процентов шерсти 33 метра она просто огромная у меня тут точно будут какие-то остатки наверное невероятные но не знаю посмотрим потрясающий цвет ну и приступим к нашим сокровищам это идут всякие камешки сваровски и вот здесь один идет бисерделика 3 миллиметровый вот эти вот камешки они просто Винтаж Роуз такой такая бусинка и она достаточно прям толстенькая наверное она миллиметров 4-5 она точно по высоте есть поэтому у меня сразу возник вопрос о том как это все будет в оформлении потому что точно нужно будет под стекло оформлять мандалу да как то наверное в две рамы это я пока так представляю себе в общем с оформлением тоже безусловно будут будут возникать потом у меня вопросы такой бисер красивый вот такие вот кубики кубики бусинки ну и различных цветов и различное количество биконусов от сваровски и розовые так я показывала камешки биконуса сваровски красивые голубые вот здесь вообще двойное эйби идет напыление вот такие вот кристаллики а эти вот вы видите они прям достаточно такие крупненькие бусины очень красивые ну и огромное количество бисера бисер тоже весь делико очень красивых цветов я сейчас поближе сделаю чтоб было видно и полистаем и полистаем и вот 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 такие шикарные здесь материалы. Здесь у меня еще нет ниточек глорианы. Вся глориана здесь отсутствует, здесь практически сколько цветов. Я тут тоже все открыживала, смотрите, вот это все будут ниточки еще DMC к этой мандоле нужно сформировать у меня. На DMC у меня есть, значит, кэроны у меня все, динки дайс все, нету полностью глориана, глориана сил, глориана флори мэль, одного моточка Needle Point, отсутствует арктиголд и ацтекголд по два мотка rainbow, все остальное тут на месте. Но я посмотрела по схемке, глориана она идет, в центре идет, но она там в маленьком количестве достаточно, поэтому центр я уже могу начать вышивать спокойно. и там, так как это дело не быстрое и дизайн очень большой, я как раз спокойно дождусь ниточки, которые я жду и продолжу это все делать. Так что я, наверное, прямо в ближайшее-ближайшее время организуюсь и все буду начинать и буду ждать свои недостающие детали. прекраснейшие цвета, я готова это все смотреть бесчисленное количество раз и перебирать. Я с удовольствием вступлю также в совместный проект Shotline Gardens, который наша Таисия Дягилева там с другими девушками устраивает. С удовольствием прикоснусь к созданию этих прекрасных дизайнов и буду наслаждаться. А пока прощаюсь с вами, пошла смотреть все свои сокровища еще разок. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова